Асин Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день. Ситуация достаточно напряженная у нас. К сожалению, за последние дни мы видим определенный рост заболеваемости. Сегодня 62 новых случая коронавирусной инфекции по республике зафиксировано. Из них 39 по городу Якутску, 10 в Хангаласском районе, ну и по ряду районов, таких как Нерунглинский, Мирненский, Алганский, единичные случаи. По Хангаласскому району хочу остановиться отдельно, потому что, к сожалению, в эти дни этих случаев уже много. И это связано с заболеванием в Махсугловском психоневизском диспансере. К огромному сожалению, за последние несколько дней у нас в трех социальных учреждениях, два из них в городе Якутске и один в Хангаласском районе, зафиксировано практически 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией постояльцев этих социальных учреждений, домов престарелых, психоневизмской диспансера. Это говорит о том, что, к сожалению, Министерством труда не были извлечены уроки из той ситуации, которая недавно у нас случилась в Томботском психоневизмском диспансере, где у нас свыше 50 человек было заражено новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, в мире случаев и летального исхода. Но, судя по всему, еще раз говорю, соответствующие выводы не были сделаны. И вот такое массовое заражение в трех подряд учреждениях говорит о том, что соответствующие меры не приняты руководством Министерства труда. И мною дано поручение администрации главы и правительства республики и совместно с правительством рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководством Министерства труда за случай заражения людей в социальных учреждениях республики. Мы никаким образом не должны расслабляться. Несмотря на определенный вот такой спад по городу Якутску, в целом стабилизацию ситуации в Алданском, Нюрнгринском, Мирненском районах и по ряду сельских территорий, коронавирус далеко не побежден. Сейчас надо понимать, что уже начинается период, когда люди возвращаются из отпусков, возвращаются дети в школы с 1 сентября. И, конечно, в этом случае мы должны принять все меры для того, чтобы не допустить распространения болезней в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учебных заведениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях. Соответствующий указ мною будет подписан по принятию всех мер для обеспечения безопасности наших детей при учебном процессе, который 1 сентября у нас по всей стране начинается. Достаточно много вопросов ко мне поступает по вакцинации от гриппа. Мы планируем, что до 1 октября этого года мы вакцинацию по гриппу среди школьников полностью должны завершить, должны провести. Ну и, конечно же, мы очень ждем, что в скором времени вакцина от коронавирусной инфекции уже начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования. Ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача – максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Завтра будет приниматься решение по продлению ограничений, так как эпид-ситуация у нас не улучшается. В целом вот те ограничительные меры, а их у нас осталось не так много, они будут пролонгированы. Но вместе с тем некоторые послабления все-таки с учетом ситуации, с учетом того, что по городу Якутску ситуация, еще раз хочу сказать, что достаточно стабильная последняя мисс, тоже будут приниматься. Об этом уже сообщим завтра по подписанию моего указа. Спасибо. Спасибо.